Когда вы слышите о летающем «Конкорде», скорее всего на ум приходят образы скорости и прогресса. Это великолепие сверхзвукового пассажирского авиационного мира, которое было не похоже на все, что существовало прежде. «Конкорд» со своей удивительной способностью разгоняться до скорости, превышающей 1350 миль в час, преодолевая звуковой барьер, в буквальном смысле изменил наше представление о современных путешествиях. Но как удалось создать такую машину, открытую для массового использования? Все начиналось с мечты связать континенты более быстрым и эффективным способом, и этот воздушный аппарат стал ее воплощением. Сочетание риска и блеска инженерной работы в середине 20 века сделало «Конкорд» не просто самолетом, а символом эпохи. От Парижа до Нью-Йорка всего за несколько часов «Конкорд» не просто ускорил время, но и стер границы между странами и континентами. Однако его история не завершилась громким успехом, да, была и обратная сторона медали. Вопросы безопасности и огромные затраты стали его главными вызовами. Этот самолет – бесспорно доказательство того, что мечты о скорости могут стать реальностью, но будут ли они устойчивыми? Как наши открытия в стелс-технологиях подстегнули новый виток в авиации на пути к невидимому небу? Давайте разберемся в мифах и реальностях будущего полета. Скрыться от вражеских радаров и остаться невидимым – задачи, которые долгое время были лишь мечтой для авиаторов. Но стелс-технологии сделали эту мечту ближе к реальности. Поначалу эти технологии воспринимались как миф – что-то из сферы секретных экспериментов и научной фантастики. Однако за плавными формами и уникальными материалами скрываются годы исследований и сотни испытаний. Невидимые авиационные аппараты, такие как известный на весь мир Битву Спирит, не просто впечатляют своим дизайном, но и поражают своими характеристиками. Что же делает этот самолет таким особенным? Уникальные материалы, снижающие отражение радиоволн и особые углы, играют ключевую роль в создании его невидимости. Это военная тайна и одновременно инженерное чудо, где каждый элемент рассчитан с невероятной точностью. Эти достижения, дошедшие до наших дней, многое говорят о будущем авиационной отрасли. Но задумываемся ли мы о том, какие еще технологии зреют в лабораториях, чтобы вскоре появиться на горизонте? Удивительно, насколько изобретательность может превзойти даже самые дикие представления. И наш следующий взгляд в будущее покажет, насколько далеко могут зайти прототипы, раздвигающие границы дизайна. Когда речь заходит о крыльях будущего, на ум приходят невероятные формы и технологии, которые могут сделать полеты еще более захватывающими. Представьте себе самолеты, чей футуристический вид выходит за рамки обычного. Это не просто концепты с необычными дизайнами. Это инженеры и ученые, которые пытаются воплотить в жизнь технологии, находящиеся на грани фантастики. Здесь мы познакомимся с прототипами, бросающими вызов традиционным представлениям о авиации. Один из подобных примеров – самолеты с инновационными крыльями, способными менять форму в полете. Это не просто технический фокус, а решение, которое может значительно повысить аэродинамические характеристики и эффективность. Такие машины способны адаптироваться к изменениям в воздушных потоках, подстраиваясь под каждую ситуацию, что делает их невероятно маневренными. Это будущее, в котором перемещения по воздуху становятся более гибкими и эффективными. Но на этом удивительные технологии не заканчиваются. На горизонте уже виднеются идеи, которые могут полностью перевернуть наше представление о полетах. И если вам кажется, что эти создания уже поражают воображение, следующая глава подготовит сюрприз. Истории прототипов из прошлого, которые, возможно, могли бы стать нашей реальностью, окутаны тайной и загадками, и они стоят того, чтобы на них взглянуть. За кулисами истории авиации скрывается множество забытых, но невероятных прототипов, которые могли бы изменить сам ход авиации. Эти ретро-воздушные чудеса, когда-то задумывавшиеся как прорывные конструкции, остались в памяти лишь у энтузиастов и историков. Века построек, стремление опередить время и втиснуться в воздух с поразительными решениями лишь немного отразились на будущем, однако каждая из этих разработок имеет в себе толику гениальности и сумасшествия. Представьте себе самолеты с фактурой и формой, которые могут напоминать вам о научной фантастике своего времени. Модели, такие как XB-70, поражают своим неординарным дизайном и амбициозностью идей. Оборудованные изогнутыми крыльями и мощными двигателями, они стремились к скорости и превосходству. Их творцы вкладывали в эти прототипы смелые идеи, которые порой опережали технологии своей эпохи. И деяния этого периода, как дань уважения к безумным и отважным пытливым умам, оставили свой след и вдохновили следующее поколение инженеров. Но задумывались ли вы, что дальнейшие исследования могли бы раскрыть множество еще неиспользованных тайников в этих старинных концептах? Их потенциал таит в себе новые возможности, которые могут вновь воскресить былую славу. И теперь нам стоит обратить свой взгляд на величественные гиганты, оставшиеся в тени истории авиации. Величие и амбиции иногда переносят нас в мир авиации, где проекты разрабатывались с размахом и мечтами о гигантах, которые должны были покорить небеса. Эти массивные самолеты обещали стать новаторскими, но многие так и не обрели крыльев серийного производства. Одним из таких примеров стал проект, созданный Говардом Хьюзом и известный как Spruce Goose. Он был создан для перевозки военных грузов через Атлантику во время Второй мировой войны. Но судьба распорядилась так, что он совершил всего один короткий полет. Однако эти проекты влекут за собой не только откровенные провалы, но и дают представление о потрясающей инженерной мощи и о том, чего могли бы достичь инженеры, если бы не были сдержаны своим временем. Обстоятельства, финансовые трудности и резкие технологические изменения часто ставили последние точки в судьбах таких гигантов. Но это не умаляет их значимости. Они продолжают вдохновлять и показали нам, насколько дерзкими могут быть идеи. Как ни удивительно, но эти истории искателей высот мотивируют нас задуматься, какие другие невероятные проекты могли бы обрести реальность, если бы не были забыты. Наша следующая остановка приведет нас в мир, где необычные аэродинамические решения продолжают захватывать умы и открывают новый подход к полетам. Представьте себе мир, где законы физики, кажется, ставятся под сомнение, где инженеры, вооруженные самыми безумными идеями, стремятся проложить путь для новых горизонтов. Именно в таком воображении рождаются самые невероятные аэродинамические эксперименты, которые бросают вызов традиционным представлениям о полетах. Это мир, где каждая линия корпуса, каждое крыло испытаны на стойкость и маневренность. Одним из таких экспериментов стал концепт обратного крыла, где направление крыла противоположно принятому. Это решение, не укладывающееся в привычные рамки, впечатляет своей смелостью и нестандартным подходом. Эти прототипы с легкостью преодолевают воздушные потоки, обманывая привычные барьеры в аэродинамике. В таких проектах каждый дюйм воздушных судов тщательно просчитывается, чтобы достичь максимальной эффективности и скорости. Эти необычные модели стали катализатором для множества исследований и проектировок, которые можно назвать самой границей научно-технического прогресса. Пока одни концепции остаются фантастикой, другие постепенно завоевывают признание, пробивая дорогу новаторским подходом в промышленном мире. И это только начало нашего исследования, которое приближает нас к тому, что когда-то считалось недостижимым. Вглядываясь в высоты, наши мысли устремляются еще выше к аппаратам, которые стремятся покорить нечто большее, чем просто атмосферу Земли. Космос и небо — две стихии, которые всегда манили человечество, и космические самолеты стали одним из проявлений этого стремления. Эти уникальные аппараты способны выйти за пределы привычного воздушного пространства, размышляя о земном и космическом путешествии как о едином. Одним из ярчайших представителей такого рода является Space Shuttle, который изменил наше представление о покорении космоса. Эти аппараты сочетают в себе лучшие черты авиации и космонавтики, создавая новые пути для исследования. Они не только преодолевают привычные маршруты, но и адаптируются для выхода в открытый космос, пробуждая в нас дух исследователя и искателя приключений. Космические самолеты показали, что граница между атмосферой и космосом может быть легко преодолена, если у вас есть необходимая технология и смелость. Следующие поколения таких аппаратов продолжают совершенствоваться, и, возможно, скоро мы увидим еще более впечатляющие концепции, которые позволят нам подняться на орбиту и исследовать далекие звезды. Впереди нас ждут новаторские проекты на границе фантастики и реальности, которые обещают сделать космические полеты не просто мечтой, а обыденной частью нашей жизни. Вот так идеи находят форму, шаг за шагом приближаясь к нам и открывая новые возможности, чтобы вдохновить еще более амбициозные проекты. В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, авиастроение не остается в стороне. И вот перед вами новая эра, где самолеты могут обходиться без пилотов. Роботизированные технологии продолжают открывать новые горизонты, преобразуя традиционное представление о полетах. В то время как системы автопилотирования уже стали стандартом для большинства современных коммерческих авиалайнеров, уровень автономии значительно вырос, предоставляя операторам возможность доверять искусственному интеллекту управления полетами в полном объеме. Роботизированная авиация – это больше, чем просто удаление пилота из кабины. Это процесс, движимый серьезными исследованиями в области искусственного интеллекта, обеспечения безопасности и автоматизации. Эти машины способны принимать решения на основе анализа огромных массивов данных в реальном времени, адаптируясь к изменениям в погоде, воздушному движению или другим сигнальным параметрам. Будущее автономных полетов обещает быть интересным и значимым – от уменьшения аварийности до повышения безопасности и повышения эффективности полетов. Однако, как и в любой области, есть вызовы внедрения такой технологии на массовый рынок. И хотя роботы постепенно завоевывают свои позиции в небе, на горизонте маячат вопросы этики и доверия, которые должны будут найти свои ответы. Вперед стоят идеи, которые заставят нас переосмыслить то, что делает самолет самолетом. В этом же ключе ведущие умы мира уже настойчиво работают над моделями, которые бросают вызов нашим самым смелым мечтам. Мифы и слухи – неотъемлемая часть истории авиации, и мифические экзотические самолеты занимают в этом мире особое место. Каждая цивилизация, каждый уголок мира породили свои легенды о таинственных летающих аппаратах, которые то ли существовали, но были сокрыты, то ли остались всего лишь плодом фантазии. Эти истории часто связаны больше с мистикой, чем с инженерными открытиями, но именно это и придает им такую уникальность. Одни из источников таких легенд происходят из Южной Америки, где, как говорят древние цивилизации, владели знаниями о полете, которые по сей день остаются загадкой. А в Азии упоминаются слухи о алхимиках, создающих удивительные механизмы для путешествий по воздуху. Известные воздушные колесницы древнего индийского эпоса поражают своим описанием высоких технологий, которых, казалось бы, не было в то время. И, конечно же, легенды западных ремесленников, создающих в секретных мастерских аппараты, впечатляют не меньше. Будут ли когда-нибудь отправлены под забытую пыль эти мифы, или откроется истинная история за ними? Одно ясно. Авиаторы и любители авиации всегда будут очарованы этой завесой тайны и стремлением открыть нечто невероятное, стоящее в одном ряду с нашими существующими самолетами. И пока мы исследуем эти сказания, на горизонте стоят технологии, которые изменят наши представления о возможностях довольно необычным образом. Изменения в мире авиационных технологий всегда привлекали внимание тех, кто мечтает о будущем, который будет устойчивым. Представьте себе самолеты, которые мчатся в небе, оставляя после себя не шлейф из выхлопных газов, а легкий след инноваций. Мы говорим об использовании альтернативной энергии в авиации, тема, которая находит все больше последователей среди инженеров, экологов и авантюристов. Электрические двигатели, использование водорода и другие возобновляемые источники энергии постепенно становятся реальностью. Несомненно, это требует огромных усилий и вложений, однако векторы все чаще направлены на минимизацию воздействия на окружающую среду. Возьмем, к примеру, самолеты на солнечные энергии. Пусть сейчас они еще в стадии тестирования, но уже поражают своей автономностью и экологической чистотой. И в этом мире зеленых технологий возникает вопрос, на какой стадии наше авиационное будущее. Ближайшие десятилетия обещают изменения, которые потрясут как тех, кто на Земле, так и тех, кто в небе. Но каким образом эти прорывы будут внедряться в массовое производство? Ответы на этот вопрос еще предстоит найти. И пока мы следим за этими экспериментами, наш взгляд переходит от экологии к фантазиям, которые однажды могли бы стать нашей реальностью. Фантастика всегда вдохновляла людей на создание чего-то невообразимого и экстраординарного. Многие дизайны самолетов, которые мы можем видеть в кино и литературе, провоцируют жажду воплотить эти концепты в реальность. Сложно поверить, но некоторые из них действительно нашли свое место в нашей технологической действительности, служа мостом между воображением писателей и реальными научными прорывами. Возьмем, к примеру, такие фильмы, как «Назад в будущее» или «Звездные войны». Футуристичные дизайны и технологии, представленные в них, вдохновили настоящих инженеров на разработку новых принципов аэродинамики. Один из таких примеров — это разработка концепт самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, как у тех самых космических аппаратов. Их уникальные способности полностью меняют наше понимание передвижения в воздушном пространстве. Благодаря стремлению людей к прогрессу, полеты, когда-то считавшиеся лишь частью научной фантастики, уже не выглядят такими невозможными. Они привносят реальные изменения и обещают привнести новые горизонты в нашу жизнь. И если мы думаем, что это предел нашего воображения, где-то далеко на почве научных исследований зреет новое поколение летательных аппаратов. Машины, которые смогут считать и принимать решения подобно живым существам, делают авиацию поистине захватывающей и заставляют задуматься, что еще из мнимых миров станет реальностью. Мир авиации совершает грандиозный прыжок вперед, где самолеты уже не только машины, но и интеллектуальные партнеры. Самолеты, наделенные искусственным интеллектом, становятся новыми героями небес. Представьте себе, как системы обрабатывают информацию в реальном времени, делая предсказания и адаптируясь к меняющимся условиям, словно обладая собственным разумом. Эти самолеты способны самостоятельно анализировать огромное количество данных и принимать решения, которые раньше были под силу только человеку. Интеграция искусственного интеллекта выводит на новый уровень безопасность полетов, минимизирует риски человеческих ошибок и неизбежно повышает эффективность. Некоторые современные самолеты уже умеют самостоятельно определять наилучший маршрут, избегать угроз и предупреждать экипаж об опасностях. Это эпоха, в которой мы можем наблюдать зарождение самолетов нового поколения, которые способны принимать участие в сложных миссиях без непосредственного контроля со стороны человека. С такими возможностями границы становятся все меньше, и авиация постепенно приближается к уровню, который прежде могли лишь вообразить. Что будет дальше, когда искусственный интеллект и технологии объединятся, чтобы создать что-то по-настоящему удивительное? Впереди, возможно, нас ждет новая эра, когда самолеты смогут обучаться и развиваться самостоятельно, вдохновляя на новые свершения и открывая не только небесные просторы, но и новые горизонты нашего воображения.